Как мне уже представили, я работаю в e-compay и в команде по безопасности я занимаюсь application security и тестирую приложение, собственно, вставляю всякие кавычки и прочую всякую билиберду, чтобы вызвать какие-то security баги. Что такое Dust? Dust в целом это технология тестирования приложений, динамическая, когда мы пытаемся вставить нелегитимные какие-то, отправить нелегитимные запросы в приложение. Этот метод называется blackbox-тестирование и для этого существует ряд программ, которые пользуются безопасники. О них я скажу позже, как они называются, а теперь я вам расскажу про проблемы и почему мы решили вернуть Dust в процесс непрерывной разработки, почему это важно и почему это облегчает жизнь. Собственно, какие проблемы? Чаще всего тесты по безопасности являются неким бутылочным горлышком для разработки, для цикла разработки, поскольку если обычные тесты, которые проводят QA-инженеры, происходят на всем цикле жизни приложения, пока оно разрабатывается, то тесты по безопасности чаще всего происходят в какой-то последний момент перед релизом, и это очень такой процесс, который нельзя посчитать нормально время, и непонятно, насколько большое приложение, и насколько глубоко безопасники смогут в него залезть. Также динамические тесты – это некий процесс, который безопасники запускают, скажем так, вручную, и это не совсем, наверное, в плане времени хорошо. Также как тестировщики, так и ребята из безопасности, скажем так, изучают приложения частично руками, чтобы понять, какие есть входные точки в приложении, какие запросы пользователь вообще может отправить в систему, и это очень похожая работа, то есть это ребята выполняют даблворк, и это, наверное, не совсем хорошо с точки зрения экономии времени. И также мне, как безопаснику, хотелось бы автоматизировать процесс, поиск каких-то простых багов, чтобы это все искалось автоматически, и на стадии каких-то тестов, которые делают ребята из соседней команды. Два самых популярных решения, собственно, это Burp Suite Professional и Avasp Zap. Burp Suite Professional платный, но он относительно недорого стоит. Avasp Zap – это open-source решение, его пилит комьюнити, и в целом все могут просто его взять, скачать и начать пользоваться. Так вот, о чем я говорила по поводу узкого места, бутылочного горлышка, это как раз то, что продукт-оунер чаще общается с разработчиками, с кей-командой, у них там все хорошо, происходит какие-то диплои, что-то еще, а потом продукт-оунер вспоминает то, что в команде есть безопасники, идет к команде, говорит, ребята, у нас скоро релиз, а вы можете наставлять кавычек, проверить, вообще нормально все работает или нет? И как бы безопасники ничего не знают про приложение, ничего не знают про входные точки, и это занимает очень много времени для того, чтобы это исследовать. Но можно подружить безопасников и QA. Тогда QA, если существуют хорошие тесты автоматические, которые покрывают приложение, могут поделиться с командой по безопасности, и команда по безопасности уже на основе этих тестов может начать всяческие фазы, допускать сканеры и упрощать жизнь, и в целом качество покрытия тестами тоже увеличится, потому что ребята из QA очень обычно хорошо проверяют пользовательский ввод, и это приятная дружба. Как это обычно выглядит? Есть сейс-система, которая запускает тесты, я предполагаю, что кто-то пользуется этой практикой, и потом тесты запускаются, происходят легитимные запросы, все хорошо, и на сейс-система возвращается то, что тесты пройдены, предположим, если мы говорим о регрессионных тестах. Что я предлагаю сделать? У динамических анализаторов есть функционал прокси, и через него можно перенаправлять тесты, перенаправлять сперва в него, и потом запросы эти будут ходить на веб-приложение, и на этом моменте никакой магии не происходит. На этом моменте динамический анализатор просто скапливает данные, скапливает сайт-мап с пост-запросами, с гет-запросами и с параметрами, и после чего на сейс-систему снова приходит то, что тесты пройдены хорошо. И после чего уже мы можем из сейс-системы, например, или как-то иначе, как нам удобно, запустить активное сканирование. Что это значит? Это значит, что динамический анализатор будет идти смотреть сайт-мап, смотреть, какие в нем есть запросы, какие-то специфические пост-запросы, какие-то специфические гид-запросы, и всячески пытаться вставить туда какие-то кавычки, какие-то специфические запросы, которые могут вызвать неадекватное поведение приложения в плане security. После чего сейс-система может пойти на даст, спросить, все ли прошло. Если даст говорит, что все окей, сейс-система забирает отчет и передает его, предположим, либо безопасникам, либо кей, в зависимости от того workflow, который был выбран в организации. Собственно, так эти три шага выглядят вместе. Поскольку я уже сказала, что есть два решения, Burp Suite, Pro и AvaspZap, я предлагаю поговорить о каждом конкретно, как внедрять эти решения. Я постараюсь максимально это приближенно к вам сказать. Надеюсь, у меня получится. Если будут какие-то вопросы, я в конце готова на это ответить. В общем, у Burpa есть возможность писать расширение. И безопасники для безопасников делают такие приятные штуки, как расширение, собственно, для Burpa. И есть Burp Rest API и Burp Mali-сканер. Это два open-source решения, которые лежат на GitHub. И есть Burp API. Это родной функционал Burpa, но он не сильно хороший. Собственно, почему он не сильно хороший? У Burpa есть понятие, как активное сканирование, а во втором Burpa появилось понятие, как краулер и аудит. Тут, я надеюсь, не будет слишком сложно. Краулер и аудит – это возможность запуска Burpa, когда вы скармливаете ему только таргет, то есть хост, и он пытается по нему пройтись внутренним краулером и профазить. Соответственно, динамический анализатор – это не совсем умная программа, и она не сможет отправить тот пользовательский ввод, который можно отправить с тестов автоматических. Поэтому лучше использовать Burp Rest API или Burp Mali-сканер, потому что они каждый запрос пользовательский могут отправить на сканирование. На этом сканировании, собственно, будет происходить фазинг. Так. Ладно, это мы опустим, это было для предыдущего доклада. Собственно, что надо знать по Burp Rest API для вас, если вы хотите это попробовать запустить у себя, и у вас предположена неин-секьюрити-команда, к которой вы придете и скажете, что вот, ребята, есть это. Скорее всего, секьюрити-команда знает, а если нет, то расскажете про то, как это клево и классно. В общем, в Burp Rest API он управляется через REST сервер, а у него есть удобный UI в браузере, через который можно научиться отправлять запросы и почитать документацию. И он запускается, предположим, в докер-контейнере без гуев. Также вы можете почитать про расширения дополнительные для Burpa, которые увеличивают качество сканирования, то есть появляются дополнительные проверки, дополнительные какие-то кавычки и различные специфические запросы, которые не зашиты изначально в логику Burpa. Что нам надо? Во-первых, создать виртуальную машину или докер с Burp. Второе, это надо помнить, что в инфраструктуре это должно располагаться таким образом, чтобы Burp был доступен для CI-системы, и был доступен для тестов, и был доступен, собственно, для приложения, чтобы трафик нормально через него ходил. Также достаточно важная вещь, если вы хотите использовать какие-то дополнительные плагины, вам необходимо их изначально добавить перед запуском контейнера, это все указать. Если будут какие-то вопросы по поводу запуска контейнера, это, наверное, можно будет написать мне лично. И у Burpa есть такая возможность в стандартной версии создавать проект. Что такое проект? Это наш профиль сканирования для определенного таргета. И там необходимо указывать такие штуки, как правила управления сессиями. Про Burp коллаборатор, наверное, это пока не так важно. И там можно указать скуп, в котором мы указываем, какие точки надо сканировать, какие не надо сканировать. То есть в Burp надо будет указать, что не надо, например, сканировать форму выхода из приложения, эту кнопку, этот параметр, который удаляет нашу сессию. Вот, собственно, суть управления сессией. Если у нас просрочилась кука, то приложение чаще всего нас редиректит, предположим, на стартовую страницу. И мы можем указать Burp, что есть такое поведение, что если вот это случилось, значит, наша сессия прервалась. И там есть возможность записать макрос, это последовательность действий, которую мы вводили по перлогину. В общем, как-то так. Собственно, когда я говорила про простой UI, это выглядит вот так. По каждой кнопочке можно протыкать, прочитать документацию, попробовать отправить таргет, после запустить сканирование, выгрузить отчет и всячески управлять Burp. И в целом это очень просто для восприятия, очень простая и подробная документация там ниже есть. А также можно выгрузить отчет в HTML или XML. В HTML это достаточно просто воспринимается, потому что если он нашел какую-то уязвимость, то у вас будет в отчете готовый запрос, который можно повторить для того, чтобы вызвать эту уязвимость снова. Вот, про Burp и стопи все. Есть второе расширение, это MOLI сканер. Его написали ребята из Яндекса. Оно не имеет UI. И также работает на Burp 1.7. Собственно, версии в этом плане очень важно, потому что со вторым вам придется очень долго его заводить и очень много изменять кода этого сканера. Вот. Там реализован такой механизм, которого нет в Burp. Престопи. Это механизм дедупликации. Если у вас по каким-то причинам с тестов пришло очень много одинаковых страниц, то их можно все не сканить, а можно просканить только один запрос. И, собственно, Burp MOLI сканер умеет это делать, умеет различать похожие запросы, на которые пришли очень похожие страницы. Вот. И он выгружает отчет в XML-виде, то есть вам придется писать некий парсер для себя, который будет выводить вам отчет в более удобном виде. Вот. Собственно, давайте перейдем к WaspZap'у и к его опишке, поскольку комьюнити WaspZap'а пропагандирует идею запуска регрессионных тестов через ZAP и последующим сканированием. У них есть очень подробная документация. У них есть очень много примеров, уже готовых, собранных с тестами, с какими-то уязвимыми приложениями, которые показывают и объясняют, как, собственно, запустить эти тесты через ZAP и что делать. Документация очень клевая, ее очень легко читать. И, предположим, чтобы запустить ZAP в докере, вам не надо отдельно писать докер-файл и все остальное. Это просто скачать образ докера и запустить. Все реально очень просто для понимания. Собственно, вот о чем я и говорила по поводу докера, то что уже есть готовые команды, которые можно послать, и у вас поднимется ZAP в докере без каких-то лишних телодвижений. Собственно, история про конфигурацию ZAP, она примерно точно такая же, как в Burpee. Вы открываете ZAP у себя на компьютере, после чего добавляете различные скрипты, похожие на макросы в Burpee, для того, чтобы поддерживать сессию. Также включайте и исключайте какие-то точки, которые надо просканировать. В ZAP можно указать технологии, которые у вас используются на бак-энде и фронт-энде для того, чтобы сузить, скажем так, процесс файзинга, для того, чтобы не отправлять лишние запросы, которые точно ничего не вызовут. И после чего вы сохраняете ваш файл в терминологии в ZAP-а контекста, и вы можете его загрузить на сервер, который у вас уже где-то крутится в инфраструктуре ZAP. После чего вам надо проверить контекст ID запроса, он, как отправить этот запрос, это есть в документации, сконфигурировать политику, по которой вы будете сканировать, и запустить активный скан с указанием ID контекста, который вы сканируете, потому что если вы его не укажете, это будет сканироваться дефолтный контекст, и, скорее всего, у вас там ничего не будет. Вот, собственно, так же отчеты выгружаются в трех видах. И сейчас я объясню, почему вообще в идеале использовать два сканера на примере SQL-инъекций. В общем, Бурб сам по себе не записывает в свой скоуп ответы, которые были со статусом 400, группа 400. То есть, если мы отправили нелегитимный запрос, то он его не запишет. То есть, если, предположим, мы тестируем, у нас в тестах есть попытка залогиниться под несуществующим пользователем, Бурб это не запишет. И в данном случае SQL-инъекция здесь в значении параметра email, и для того, чтобы ее задетектить, Бурб к существующему адресу olgasobako.test.com дописывает произвольную строку, и после чего уже добавляет SQL-код. На этом моменте как раз Бурб определяет, что на два разных SQL-кода пришли разные ответы, и на этом моменте строят предположение, что здесь есть, скорее всего, SQL-инъекция. ZAP же работает немножко по-другому. Он записывает в свой скоуп ответы, и запросы, на которых был статус в группе 400. То есть, если у нас в тестах есть несуществующий пользователь, то в данном случае ZAP определит то, что SQL-инъекция есть. И это по технологии идентично тому примеру, который приводил сборком. Если же у нас на тестах был только существующий пользователь, а у вас ZAP не сможет детектировать SQL-инъекцию, потому что в обоих случаях вернется статус 200. И даже учитывая то, что у меня на примере разная длина контента, длина контента может быть одна и та же, потому что длина контента здесь меняется в зависимости от длины имейла. И, в общем, как с этим жить, как это все завести. В том workflow, который мы подразумеваем у себя, мы немножко изменяем тесты населениями. Мы дописываем к конфигурации браузера определенные параметры, определенные настройки. Это, во-первых, мы указываем прокси, куда надо направлять тесты. Во-вторых, мы указываем игнорирование ошибок сертификата. И игнорирование ошибок сертификата надо указывать как с веб-драйверами, так и если мы пишем какие-то тесты без использования веб-драйверов, а просто на чистом HTP-клиенте языка, который мы используем. И для HTP-клиентов языков тоже надо указывать игнорирование ошибок сертификатов. Обычно это есть в документации в библиотеке, которая вызывает HTP-клиент. Занятная вещь то, что я пользовалась Selenium для таких тестов несколько лет назад и в случае GECO-драйвера несколько лет назад мне надо было указывать опцию игнорирования ошибок сертификата, но вот последняя версия GECO-драйвера, которую я пользовалась для того, чтобы подготовиться к докладу, можно было не указывать и он все равно работал. Но это очень странное поведение и то, что возможно это функционал снова уберут. А еще если вы запускаете тесты у себя с компьютера, вы также можете поставить AvaspZap или BurpSuit, не засовывать Burp или Zapp в докер, можете его запустить у себя и просто пропускать тесты, предположим, даже если вы делаете ручные тесты через Dusty, после чего руками запускать активные сканирования и если у вас нет безопасников, это уже облегчит вам жизнь, потому что я в принципе говорила с разными ребятами не только из своей работы в плане тех, кто занимается тестированием, они тоже пытаются вставлять кавычки и это может облегчить жизнь в плане вставления кавычек, то, что это вам оптоматизирует жизнь. Вот. И, собственно, у меня будет такая небольшая речь по поводу такой программки, как BurpSuit Enterprise. Собственно, BurpSuit Enterprise это программа, выпущенная ребятами, которые делают BurpPro и у меня была мысль, что мне не пришлось делать весь велосипед, о котором я вам рассказывала раньше, потому что слово Enterprise для меня было таким триггером, что, возможно, я это куплю и не придется городить велосипед. Но проблема в том, что движку BurpSuit Enterprise нельзя рассказать про наши приложения, нельзя рассказать про входные точки. А это, наверное, самое главное в плане динамического сканирования, что мы можем всячески профазить именно какие-то специфические постзапросы. И, в общем, BurpSuit Enterprise это такая система, которая может легко интегрироваться с CI, очень подробно написаны документации и сделано все так, чтобы это все было легко. здесь не так много кнопок, которыми можно управлять. То есть, буквально очень простое приложение. Оно очень дорого стоит, оно очень простое и оно ничего не ищет. Собственно, вот этот дашборд вывода уязвимостей это тоже приложение. Помните, я вам рассказывала по-русски или инъекции? Это было одно и то же приложение. То есть, был BurpSuit Pro, был AvaspZap, который смогли найти, а это AvaspZap Enterprise, который стоит в разы дороже, и он найти не может из-за того, что мы никак не можем ему рассказать про входные точки. То есть, мы не можем отдать ему тесты ребят из KIA, и он просто что-то делает, что-то сканет. Собственно, я давала фидбэк ребятам, почему я не куплю их приложение. И у нас была очень долгая переписка, и в общем у них мнение, что они выпустили продукт, который будет подходить компаниям, которые хотят какое-то решение, но у них нет профессиональных тестировщиков. То есть, купите решение по безопасности, оно будет рисовать вам красивые дашборды, все. Не факт, что оно что-то найдет. Ну, собственно, они обещали, что они как-то его дополнят, но в ближайшие несколько лет. возможно через года два-три я снова возьму его на демо и возможно соглашусь купить. Вот, как-то так. Я надеюсь, что будут какие-то вопросы, и я вас не сильно напугала. спасибо за доклад. Хотела уточнить, это для сканирования форм и на вебе, и мобилах, то есть, или это сканирование форм как на бете больше? Нет, это инструмент, смотри, мы, по сути, общаемся с фронтендом, и дальше там передаются какие-то запросы, и вот эти запросы мы фазим. То есть, это больше для бета? Да. Какого вида репорта есть? Какого вида репорта выдают эти тулы? То есть, какие виды security? Что покрывает? Да. Ну, SQL-инъекции я увидел, а что еще бывает? Что еще она может сказать? Если XSE-инъекции, я даже я теряюсь, но вообще все, то, что есть по Avasp Top 10, если она сможет найти, оно, то есть, любые виды инъекций, любые виды запросов, оно не найдет у вас и доры. Надеяться, то, что у вас динамический анализатор найдет и доры, ну, наверное, это очень наивно, потому что и доры, ну, в идеале ищутся руками и вы не сможете написать систему, а если вы сможете, то это будет система исключительно под один проект и под несколько видов запросов. Поэтому и доры, наверное, в этом плане ищутся руками. Какие-то уязвимости типа SQL-инъекций, XSE, XSS, вы этим найдете? А в 2020-м году SQL-инъекции разве полностью на бэкэндах еще не заредюсены? Нет. Нет, на самом деле, ну, я по своей работе сталкиваюсь с то, что не у нас, но я вижу, что бывают такие проблемы. Так что надеяться, что этого не существует, но как бы 2020 год это не мешает разработчикам делать плохой бэкэнд. Привет, спасибо за доклад. Я хотел узнать, для того, чтобы пользоваться этим инструментом, автотесты модифицировать вообще никак не надо. Просто добавил capabilities, добавил proxy и все. Ну, в целом, да. То есть, по большому счету, смотри, нам надо собрать scope. Я, как безопасник, если я первый раз вижу приложение, у меня нет никаких тестов, я отключаю браузер, пропуская его через proxy локально у себя и просто протыкиваю, отправляю какие-то запросы и пытаюсь изучить. А очень часто бывает такое, что мне надо отправить в приложение какой-то очень специфический запрос, мне надо лезть либо в документацию, либо идти к QA и спрашивать, ребят, что вообще здесь от пользователя ждут, я не в курсе. Хорошо, ну, то есть, это получается не обязательно в UI-ных тестах, то есть, это лучше пойти команде back-тестирования, API-шные тесты и там использовать. Ну, там тоже можно, но по поводу того же тестирования API, DUST не всегда дадут точный ответ по поводу некоторых уязвимостей. Те же XSS? Да, те же XSS, то есть, если оно вернется, предположим, у вас с API-шки вернулось то, что повторение того, что вы отправили, DUST воспримет это за XSS, а на самом деле там вернулся текст. Ну, то есть, задача именно сравнение, залить как можно больше урлов, которые получены в результате работы приложения, неважно чего, оно там на UI-ных тестах, оно там на каких-то других тестах. Да, то есть, она фузит параметры. Там вопрос. Спасибо за доклад, очень интересная тема. Сразу несколько вопросов. Первый по поводу насколько сильно замедляет процесс сборки, включения вот этих вот утилит, ну, собственно говоря, в сборку. То есть, если мы будем прогонять просто функциональные тесты, да, то там займет условно там N займение, да, а если мы включаем, допустим, BIRP, вот это вот, то сколько прибавится времени, можно ли это как-то в несколько потоков запустить? Есть ли какая-то оркестрация из коробки, или может быть, у вас есть какой-то опыт в этом? Нет, на самом деле у нас такого опыта нет, поскольку мы запускаем наши тесты по безопасности, никак не влияет то, что сборка пройдет внутри. У нас просто проходят тесты, и потом с этим отчетом команда по безопасности разгребается. То есть, вы запускаете получается тесты отдельно от сборки? Да. Я понял. Еще сразу пару вопросов. Как вы определяете входные точки, кто вас отвечает за документированные возможности, которые возникают вследствие архитектурного решения? Входные точки вот как раз мы сейчас стремимся к тому, что документирование и вот это все будет определяться QA, для того, чтобы ребята из QA намного лучше это сделают, чем я, потому что ребят просто больше. Я понял. И я надеюсь на их документацию. А по поводу недокументированных возможностей? Ну, это уже я сама изучаю. То есть это не архитектор, не аналитики? Ну, как бы они тоже, но я на это смотрю со своей точки зрения, как бы пытаюсь раскурить, а что еще я могу сделать. Я понял, спасибо. спасибо за доклад, Толь. У меня такой вопрос. Я тут увидел слово свегер на одном слайде. Скажи, пожалуйста, каким образом он используется? можно ли скормить список андпоинтов из свегера и краулер сам, пройдясь, нагенерит свегер файл. это на вход или на выход получается? Смотри, здесь свегер поднят для того, чтобы из него можно было отправлять запросы на управление бурпом. То есть тесты надо, поднимается бурп, поднимается свегер, мы запускаем тесты и уже после этого из свегера мы управляем, ну, можем отправлять запросы. То есть сам конфиг свегера генерится бурпом? Они пишутся руками? Или как? Нет, смотри, свегер здесь поднят, поднимается бурпресс API. Ребята его используют для управления. То есть он не конфигурируется как-то отдельно, он всегда статичный. Но в него мы можем подгрузить уже управляющие файлы, предположим, проекта, подгрузить точки, которые мы хотим. Ну, то есть как бы он статичный. свегер файл писать руками? Нет, 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 он, ну, это, 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 это магия, которая происходит от ребят из Dayon Seca. То есть он поднимается, он просто сделан для того, чтобы удобно было управлять. То есть они могли какой-то нормальный фронт написать и могли сделать так. Окей, а есть ли какие-то инструменты, например, для некого different points, скажем так, у нас есть набор endpoints, которые мы тестируем с помощью этих тузов или нет, есть набор endpoints, которые известны, допустим, бэкэнду, с помощью документов, которые описаны в документации. Можем ли мы их смачить и понять, что у нас не тестируется, что тестируется? Здесь я на самом деле не подскажу. вот... Нет, это руками несложно решается, но вдруг какие-то автоматические штуки для этого. Спасибо. Можно поблагодарить Ольгу. Спасибо. 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 Продолжение следует...